Добрый вечер, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на нашем очередном вебинаре «Правильный понедельник». Традиционная проверка связи, как меня слышно и нет ли проблем со звуком и с изображением. Замечательно, те, кто в курсе, вот вижу, ставят плюсики, отлично. Имейте в виду, что если проблемы появятся уже по ходу самого эфира, такое у нас периодически возникает, нужно будет об этом мне сообщить, попробую что-нибудь исправить. И не забывайте также о том, что у вас есть возможность навести курсор мыши на мое изображение и также отрегулировать бегунов громкости непосредственно под себя. Сегодня праздничный день, понимаю, надеялся то, что народу будет еще меньше. Приятно видеть посетителей, особенно постоянных. Похвально, что даже в праздничный день вы находите время на финансовой рынке. Это значит то, что все-таки вот эта инвесторская, трейдерская культура, она очень многое значит для каждого из нас, ну и уж тем более для тех спекулянтов, которые стараются не упускать фундаментальные возможности. Как раз именно фундамент мы, собственно, и анализируем. Поэтому отдельный привет каждому из тех, кто сейчас присутствует. Те, кто не смог, по определенным причинам, ну, в целом причина-то понятная, уже посмотрят запись. Кстати, она будет доступна на нашем официальном канале на YouTube уже завтра утром. Поэтому можно будет восполнить пробел в новостной сфотке основных фундаментальных событий непосредственно уже через записи. Знаете то, что сценарий у нас традиционный, привычный. Мы снова обращаем внимание на ключевые макроэкономические события прошлой недели, потому что понимаем, что преемственность макроэкономического фона, она имеет очень важное значение. И, зная то, что происходит сейчас в рамках тех регионов, за которыми стоят самые именитые валюты, мы можем прогнозировать, опять же, рассуждать о том, что экономику ждет, а в соответствии с этим строить прогнозы того, что же ожидает и валюта, которые стоят за этими регионами. В общем, сегодня мы снова пробежимся по ключевым отчетам в прошлой неделе. Неделька была очень интересная, волатильная, хотя сейчас, наверное, каждая торговая сессия – это не совсем тривиальное поведение. Обычно такой подвижный рынок мы не наблюдаем. Но сейчас то, что происходит в мировой экономике, отдельное спасибо, люблю повторять это, нужно сказать, Китаю, потому что до сих пор именно Китай является одним резонирующих факторов негатива, сказывающихся на динамике буквально всех секций финансовых рынков. Рынок Форекс – это только части финансовых площадок. Посмотрите, что происходит с товарными рынками, посмотрите, что происходит с фондовой секцией. И если что-то интересное появляется на этих площадках, вы знаете, что я традиционно стараюсь найти эти интересные поводы и донести эту информацию до вас в формате каждодневных брифингов, ну, если и не брифингов, то, по крайней мере, через вебинар. Поэтому еще раз повторяюсь, основные события прошлой недели, после плавно переключимся на тот новостной фон, макроэкономический фон, который у нас впереди в ходе этих предстоящих пяти полноценных торговых сессий, хотя сегодняшнюю мы практически уже закрыли. Ну и традиционным слайдом я предложу вам ориентиры, которых можно руководствоваться в рамках предстоящей недели. Это ключевые и наиболее ликвидные валютные пары. Вот о них, о целях конкретных мы также поговорим. А теперь предлагаю, собственно, переходить к нашему вебинару. Думаю, что те, кто нашел время посетить его уже в сборе, ну и, соответственно, можно двигаться дальше. Европейская валюта, как вы прекрасно видели, открыла прошлую неделю коррекционным откатом против доллара. Если в начале прошлой недели у нас были только предположения того, что этот откат носит определенные причины, может быть продлиться недолго, то уже к концу пятидневки стало ясно, то, что, может быть, мы наблюдаем, как ломается вот этот восходящий тренд. И те трейдеры и участники рынка, которые ранее делали на ослабление ставку, на ослабление рискового актива, главного валютного риска евро, они оказались правы. В общем, в целом, давайте коснемся практически каждой торговой сессии, где были интересные события. Ну и уже придем к выводу о том, что ожидать от евро дальше. Действительно, потери были значительные прямо с самого начала прошлой недели ко вторнику евро-доллар уже потерял более фигуры, а если приплюсовать к этому еще и торговую сессию позапрошлой пятницы, когда, собственно, и пошел этот откат, то потери были уже больше двух фигур, 225 пунктов. И, в частности, евро закрыло вторник на отметке 1.1141. Но это тоже было только начало, потому что даже сегодня мы видим, как евро активно приседает вслед за британским активом и направляется уже непосредственно к серьезнейшей поддержке в районе 1.10 нашего долгожданного уровня. У меня в связи с этим очень хорошее настроение, потому что, по сути, на несколько недель мы выпали из такого полноценного стратегического трейдинга, потому что ждали, пока скорректируется евро, вернется к тем уровням, которые нам необходимы. Потому что все прогнозы, которые мы строим касательно европейского валютного актива, они в целом заряжены серьезным негативом, по фундаментальному толку этот негатив позволяет верить то, что евро преодолеет поддержку в районе 1.10, дальше пойдет на уровень 1.05, а там уже до паритета будет рукой подать. Что поспособствовало ослаблению главного валютного риска в начале прошлой недели? Конечно же, стоит снова взглянуть на те настроения, которые присутствовали на рынке. И тот позитив, который стал характерен для фондовой секции, в частности, восстановление европейского индекса на 2.5%, стало первым сигналом того, что Европа, с точки зрения фондовой секции, возможно, нащупывает, но и больше не собирается негативить. В частности, катализатором для такого роста европейского фондового рынка выступили сообщения Deutsche Bank о возможности выкупа долга на 5 миллиардов евро. Они успокоили общественность, которая усомнилась в способности всего европейского банковского сектора противостоять страхам перед отрицательными процентными ставками. Действительно, сейчас это мания, которая характерна для практически всех развитых рынков, но кто-то уже прибег к ним, кто-то допускает возможность, потому что время идет, вот уже, по сути, мы закрываем второй месяц 2016 года, а пока диски, как присутствовали на рынке, так и остаются. Мировая экономика явно переживает сейчас очень плохие времена, и в целом, слабость мировой экономики, она, с одной стороны, является следствием слабости ключевых регионов, но, с другой стороны, эта слабость создает еще большего негатива для регионов, которые еще надеются выбраться из экономических трудностей и пропасти, в которой они оказались здесь с этими трудностями. Здесь я традиционно делаю связку про отношения развитых рынков с развивающимися площадками, которые являются ключевым рынком сбыта для самых ключевых колоссов по экономической системе, всей мировой системы. Что касается, опять же, реакции трейдеров на позитивные тренды, характерные для европейской фондовой секции, понятно, настроение улучшилось, и это было правильно. Во-вторых, евро заставила вступить и статистика. Вы помните то, что на позапрошлой неделе ее было очень много, и в каждом отчете мы высматривали, как и, собственно, недели ранее, еще одно подтверждение фундаментальной слабости, а каждый раз, когда мы говорим про слабую макроэкономическую статистику, мы традиционно стараемся интерпретировать ее как еще один шаг, который можно сделать навстречу решительности со стороны европейского регулятора по дополнительным мерам экономического стимулирования. Что это значит? Это значит, наши самые сакральные и светлые ожидания по поддержке со стороны Марио Драги. Это возможности снижения процентной ставки по депозитам, но и уж совсем будет это суперской новостью расширение программы количественного смягчения, на которую мы настраивались еще в конце 2015 года, но, к сожалению, ЕЦБ нас тогда не порадовал. Из важных событий фундаментального характера в понедельник, прошлой неделе, можно было выделить выступление председателя ЕЦБ Марио Драги, который, как и ожидалось, не отказал себе в удовольствие намекнуть участникам рынка о возможности как раз вот этой самой экономической поддержки. Каждый раз, когда у нас на повестке дня и в содержании экономического календаря значатся конференции ЕЦБ и прежде всего выступление его председателя Марио Драги, мы, конечно же, хотим услышать поддержку для нашей долгосрочной идеи, которая предполагает возможность движения евро-доллара в район паритета. И за последние 2-3 заседания, которые состоялись, соответственно, конференция Драги практически порадовала нас в каждую из этих прошедших встреч, потому что ЕЦБ также прекрасно понимает, что сейчас происходит с валютным блоком, видит риски, а может быть даже видит более системные риски, потому что мы все-таки оперируем теми данными, которые появляются в экономических календарях, но ведь никто не говорил и не исключал такой возможности, что эта статистика может быть несколько преувеличена с точки зрения позитива. И если мы посмотрим на последние данные по индексу потребительской активности, то есть отчеты по инфляции, я вообще хочу точно сказать, что истинные показатели куда ниже на самом деле. И учитывая колоссальное снижение цен на энергоносители, понятное дело, то что потребительская активность, но она не могла, даже вот сейчас в рамках Германии все нормально, но вот в рамках всего валютного блока, но никак не могла находиться на столь высоких, соответственно, значениях. Поэтому я все-таки надеюсь на то, что пройдет немного времени, и мы увидим более реальные цифры, которые укажут на присутствующие риски дефляции и в целом убедят тех трейдеров, которые еще занимают такую и держат выжидательную позицию касательно того, что не хочу сейчас торговать евро, ищу дополнительные сигналы. Вот если вы руководству такой позиции, может спустя какое-то время оказаться поздно уже вступать в игру, потому что евро может в моменте улететь так глубоко, что в принципе потенциал дальнейшего хода не принесет какой-то ощутимой выгоды. В общем, нужно настраиваться заранее, и если вы относитесь себя к трейдерам, которым, наверное, должен относиться каждый, это фундаменталист с долгосрочными взглядами, уже сейчас нужно принимать решение о том, чтобы распродавать евро, может быть, в перспективе года или даже еще дольше. Тогда эта сделка уж непременно принесет вам достаточно профита, который может покрыть вот этот момент в ожидании ожидания этого профита, даже несмотря на то, что ждать придется, может быть, достаточно долго. Я хочу, чтобы вы все прекрасно понимали то, что евро по-прежнему остается аутсайдером, и мы продолжаем, анализируя статистику, касающуюся валютного блока, и не только все-таки находить те сигналы, указывающие на то, что ставка на ослабление евро это правильная ставка. Во вторник также вышли данные по индексу оценки текущих экономических условий института ЗИЮ. Здесь у нас отчет 52,3 против прошлого 59,7. Серьезное падение. И напоминаю, что на контрасте отмечу также сразу индекс на сравнении в деловой середине института ЗИЮ. Это несколько другой отчет, но в целом тоже характеризует бизнес ожиданий. Здесь 1 против прошлой оценки 10,2. То есть здесь также контраст совершенно очевиден. В частности, завтра у нас еще бизнес ожиданий только по оценке ИФО. И как вы знаете, я вас традиционно готовил к тому, что если ориентируется на бизнес ожиданий, то это статистика от ЗИЮ, потому что это самая объективная статистика. И если мы получили уже слабые цифры от ЗИЮ, значит, не нужно сомневаться в том, что истинные бизнес ожиданий, они как раз такие плохие, как нам показывает эта статистика. А с другой стороны, поставьте себя на место крупных немецких промышленников. Если вы видите, что происходит с мировой экономикой, если вы видите то, что развивающиеся рынки, которые являлись для вас одним из основных площадок для сбыта продукции, страдают от низких темпов экономического роста, понятно, что, к сожалению, это является следствием снижения показателей активности того сектора, который, допустим, был бы в вашем руководстве. И отсутствие спроса, оно, к сожалению, в конечном счете приводит к недостаточному предложению, недостаточное предложение для промышленников. Это как раз верная дорога к тому, чтобы весь промышленный сектор потихоньку стал загибаться. К сожалению, для валютного блока, ну, может быть, это, конечно же, громкие фразы, но цифры показывают то, что тенденция, это даже не стагнация, это явно рецессия, которая продолжается уже много месяцев. И в связи с этим настроение, явно которое не способствует какому-то позитивному мироощущению, потому что есть все-таки риски того, что ситуация дальше будет только усугубляться. Поэтому мы каждый день с вами продолжаем спекулировать на тему того, что промышленность национальная и в целом национальная экономика, но без дополнительной поддержки со стороны ЦБ уже никак не обойдется. Под активным прессом была и британская валюта, особенно после выхода данных по инфляции. В частности, на этот отчет я ориентировал вас первоочередным образом, потому что инфляция в рамках Англии это как раз тот показатель, который готовит нас к потребительской активности и к эфам экономического роста. В частности, индекс потребительских цен просел, мы ориентировались на слабую, конечно же, отчет, на слабую статистику минус 0,7, сначала было минус 0,6%, потом по мере приближения этой даты выхода статистики минус 0,7% и по факту минус 0,8%. То есть, мне кажется, хуже уже некуда. Если месячный показатель так активно просел, значит, можно готовиться к тому, что будут постепенно съезжать и годовые цифры. Падение инфляционных ожиданий является сигналом, как я уже отметил, низкой потребительской активности. И, исходя из присутствующих уже угроз инфляции, я даже не исключаю возможности того, что Банк Англии спустя какое-то время может не просто начать менять сроки потенциальных изменений денежно-кредитной политики с точки зрения повышения ставки. Он вообще может напрочь изменить риторику и вместо того подтекста, который предполагал повышение ставки, снова вернуться к более агрессивным мерам экономической поддержки или даже снижения процентной ставки. Поэтому по фунту, как я и повторял еще несколько недель назад, даже несколько месяцев назад, вообще из этой пары не стоит выходить против доллара, пока мы не доберемся до уровня 1,40. Посмотрите, где фунт торгуется сейчас. Еще чуть-чуть, несколько десятков пунктов, и мы коснемся этого мощного уровня поддержки 1,4. И как только это произойдет, у нас будет реально в копилке очень серьезная с точки зрения профита сделка. И благодарить нужно будет только себя, потому что вы вместе со мной также адекватно оценили общую фундаментальную составляющую и не поддавались на уловки, заблуждение того, что фунт по каким-то причинам, исходя из локальных отчетов, как это было в пятницу по ручным продажам, может получить триггер для роста. Он может получить, но продлится ли он долго? Мы все-таки анализируем долгосрочно, ну или по крайней мере среднесрочно, и понимаем то, что триггеров для того, чтобы сломить вот этот негативный тренд на рынке нету. И пока, скажем, все участники рынка не будут удовлетворены тем результатом, который можно достигнуть, находясь в паре фунт-доллар, мы из этого актива, из этого дуэта валютных активов, как фунт-доллар, выходить, разумеется, не будем. Что касается реакции, опять же, британца в начале прошлой недели на вот эти спекуляции того, не стоит ли банку Англии вообще задумываться, о дополнительных мерах экономической поддержки, это стало причиной разгрузки фунта, и мы увидели минимальное значение с февраля, это 1,4275, и вот сегодня, в частности, даже минимальный уровень 1,460, но, может быть, за то время, пока у нас идет этот вебинар, фунт умудрился просесть еще сиденье, ну или немного восстановиться. Суть и дела, это не меняет, сегодняшняя торговая сессия явно указывает на то, что фунт распродают активно, потому что никто не верит в эту валюту, и с учетом уже политических рисков, о которых я говорил в ходе сегодняшнего брифинга. Снижались также в начале прошлой недели другие рисковые активы, австралийцы, новозеландцы, закрытие вторника, 0,7108, и 0,6575 соответственно. Доллара японская иена во вторник добралась до недельного хая 114,86. Я был уже поверил, что вот наконец-таки мы добрались до нашего уровня 115, потому что хотелось уже и хочется до сих пор подорговать и американцам против иены, но я думаю, что при сохранении восстановительного тренда, который идет сегодня, у нас появится в ближайшее время такая возможность, мы зайдем в долгосрочную сделку на покупку и будем метить уже на космические ценовые ориентиры. Вы знаете, что меньше чем 125 цель нам не нужна и профит соответственно в 1000 пунктов. Вот как только доберемся и получим, зафиксируем на своих счетах такой профит, тогда собственно будем думать как действовать дальше. Но сначала нам нужно соответственно держаться, верить в то, что те факторы, которые мы закладываем в основу этой идеи, они по-прежнему состоятельны. В общем, нужно собраться с терпением и ждать и непременно мы достигнем и этого профитного ориентира. Настоящим героем вторника выступила нефть, которая отреагировала снижением на 10% по факту решения ОПЕК. Вы знаете, то, что здесь говоря про решение это договоренность картелей с Россией заморозить объемы производства на прежних значениях. Прежние значения это январьские максимумы. В результате Brent S-High 3553 улетел до уровня 3192 и если говорить про реакцию трейдеров на это событие почему коррекция? Потому что заморозка это то решение, которое может быть при каком-то скажем ракурсе взгляда имеет положительные последствия для нефти. Но мы, как всегда, копали глубоко и поняли то, что снижение, точнее заморозка производства на январьских максимумах это не решение проблемы с переизбытком предложения. А значит, если уровни добычи сохранятся на прежних отметках, это все равно, что и дальше усиливать расхождение между спросом и предложением и толкать позиции Brent и WTI еще ниже, более глубоким ценовым значением. В среду трейдеры сфокусировались на протоколах ФРС ожидания сразу же, конечно же скажу, оказались избыточными, потому что мы настраивались на серьезные ралли. И обычно протоколы они и несут в себе такой же фундаментальный заряд, как и мы ожидали, потому что протоколы это необычное событие, это отражение политики взглядов американского мегарегулятора, учитывая то, что ФРС является одним из героев фундаментального характера, мы ведь готовимся к повышению процентной ставки, то дополнительные комментарии, они должны были по идее спровоцировать серьезные ралли в рамках не только рынка Форекс и фондовых секций и товарных активов, потому что товарное сырье реагирует на поведение доллара. Но этого ралли мы не дождались. В частности, представители ФРС отметили, что регулятор продолжит следить за последующими отчетами в зависимости от выходящих данных, уже адаптируясь под них, будет изменять денежно-кредитную политику. Подобных комментариев несколько разнятся с оценкой, которую мы получили на позапрошлой неделе от председателя ФРС Жанна Тьерин. Вы помните то, что ее комментарии были исключительно мягкие и после состоявшегося ее выступления рынок понял то, что на ФРС вообще может воздержаться от повышения процентной ставки в перспективе ближайших шести месяцев. Но вот истинная позиция ФРС с точки зрения уже прочих глазующих членов указывает на то, что пока списываются счетов такой решительности американского мегарегулятора не стоит. Потому что все будет дальше зависеть от статистики. А учитывая то, что в пятницу мы получили прирост самого важного после состояния рынка труда отчета индекса потребительских цен инфляции, я считаю то, что даже Джанет Йеллен может изменить свою позицию и постепенно начать анонсировать ну или готовить рынок к тому, что американская экономика по-прежнему готова к тому, чтобы сохраняться вот в этом векторе повышение процентной ставки и ужесточение всей монетарной политики. Поскольку комментарии представителей ФРС нейтрализовали мягкую риторику Йеллен, мы не увидели может быть в связи с этим повышенной волатильности. Рынок держал себя под контролем, поэтому доллар японская иена закрыла сессию с плюсом, ну понятно, конечно же, потому что доллару была оказана поддержка на уровне 114,07 и также поспособствовало этому еще и прочий макроэкономический фонд, потому что в среду мы также следили за отчетом по промышленному производству в США плюс 0,9% по факту против прошлого снижения на минус 0,7%. Также индекс цен производителей плюс 0,1% в месячной эквиваленте против прошлого минус 0,2%. Снова просела британская валюта и здесь очередной негатив пришел со стороны национального макроэкономического фона, потому что мы ориентировались после данных по инфляции уже на динамику зарплаты. И по факту зарплаты, включая премии в рамках Англии, выросли, но всего лишь на 1,9% против прошлого 2,1%. Это недостаточный рост, чтобы точно уж таким определяющим образом подстегнуть потребительскую активность. Уровень безработицы 5,1% против прогноза 5%. В результате закрытия дня на уровне 1,4286 мы по-прежнему делали ставку на то, что фунт будет и дальше слабеть. Из других активов снова отмечу пару USD-свиси. Вы видите, что постепенно этот тандем, дуэт валютных активов отбирается к нашей ближайшей цели в районе паритета. Тогда, на прошлой неделе это были максимальные уровни 0,9939. Но я думаю, что если все сложится хорошо, мы сможем добраться до паритета уже к концу этой недели. Серьезным падением отличилась пара USD-CAD. В частности, канадская валюта воодушевилась с 10% ростом цен на нефть после сообщений Ирана о готовности поддержать инициативу ОПЕК и сторон, которые участвовали в этом пакте по заморозке объемов производства на январских максимумах. Но вы также знаете, если следите за брифингами, что уже ближе к концу недели у нас снова объявился Иран только уже сообщениями о том, что они все-таки не будут поддерживать инициативу ближневосточного картеля в целом. Эти качели новостного характера продолжаются и те трейдеры, которые все-таки больше подвержены вот этому спекулятивному настрою и торгуют на три дня, это, конечно же, торговец становится исключительно максимально рискованным, потому что выдерживать и прогнозировать динамику нефти 10% вверх, 10% вниз, 10% вверх это невозможно. И я снова призываю вас к тому, чтобы не заниматься такой ерундой, определять среднесрочные и в идеале долгосрочные взгляды, анализировать вместе со мной фундаментальный фон и уже двигаться к затяжным идеям. Не нужно гнаться за краткосрочным профитом, который появляется на рынке и кажется таким доступным в моменте. Лучше объективно следить за новостным фоном, контролировать риски, не допускать выхода депозита за возможные рамки системы политики риск-менеджмента и тогда все будет нормально, потому что каждая просадка в таком случае будет вам по плечу. Надеюсь, что этот посыл вы сейчас услышали, но и еще больше я, конечно же, надеюсь на то, что вы как раз именно такие трейдеры. Вернемся далее к отчетам, в частности, если мы говорили про нефть, стоит отметить еще и запасы нефти США, в частности, сначала у нас оценка АПИ, запасы снизились на 3,3 миллиона баррелей, это позитивный фактор для нефти, что, собственно, мы увидели в качестве реакции, то, что нефть подросла. Но это была последняя сессия роста, потому что в четверг и пятницу нефть снижалась. И если уже перейти на торговую сессию четверга, здесь предлагаю начать с того отчета, который был опубликован первым четверг, это динамика и состояние австралийского рынка труда, в частности, уровень безработицы вырос до 6%, с 5,8 число новых рабочих мест просело на 7,9 тысяч, против прогноза ожиданий создания новых рабочих мест на 15 тысяч. То есть, здесь контраст был также внушителен, и тогда я предложил настраиваться на то, что австралийца также можно продавать долгосрочно, и это по-прежнему та цель, которой нужно придерживаться и руководствоваться, потому что, ну сейчас все указывает в пользу того, чтобы австралийца вернулся ниже уровня 0,70, но когда это произойдет сегодня к вечеру, завтра утром, через неделю, либо через 2, ну этого знать никто не может. Но сторону мы с вами определили верно, поэтому спустя какое-то время вы сами убедитесь в том, что наше позиционирование, которое предполагало ослабление как новизландца, так и австралийца, оно было абсолютно оправдано и верно. Минэнерго США также отчиталось о росте запасов нефти на прошлой неделе сразу после оценки АПИ. Здесь уже запасы увеличились на 2,1 миллиона против прошлого снижения на минус 0,75. И бренд на этом фоне свалился с локального хая 35,72 до уровня 34,04. И в пятницу собственно потери продолжились. Из важных отчетов заключительной сессии прошлой недели можно было отметить, выделить данные по роничным продажам Англии и отчет по инфляции в США. Розница в Англии вопреки ожиданиям оказалась не просто на хороших значениях, а по сути на фактических максимум за многие годы. 5,2% годовой эквивалент против прошлого 2,3 месячной 2,3% прироста против прошлого снижения на минус 1,4%. Однако все-таки затянувшиеся переговоры по Брекситу возможного выхода Англии из состава Европейского Союза дали о себе знать и уж тем более это произошло сегодня на торговой сессии понедельника, потому что вы сами прекрасно видели, что происходит с британцем сейчас. Это потери больше 200 пунктов и фунт благодаря опять же этим политическим рискам может скажем перед 23 февраля надеюсь, что сегодня еще потери продолжатся неплохо поднять нам настроение, потому что это уже хороший профиль по этой валютной паре. Если вы, конечно же, все-таки сделали ставку на ослабление британца, как я и рекомендовал. Данные по инфляции США лучше всяких похвал, скажем так, месячный показатель 0,1% нулевой прирост ну вроде бы как нулевой прирост это не то, чтобы положительный тренд, но я вас уверяю, это положительный тренд, потому что прошлый отчет был минус 0,1% годовой и вовсе здесь серьезный прирост 1,4% с прошлого 0,7% и полагаю, что сегодня эта статистика также резонирует в динамике пары USD и иены, поэтому мы видим повышение привлекательности американца, спрос на американский доллар и как следствие рост пары USD и иены. Мы уже торгуемся выше 113, значит ждем уровень 115 и готовимся вступить в игру. Для трейдеров, которые делают ставку на исключительно на канадца, в пятницу также был отчет по роничным продажам, но мы настраивались с вами на плохую статистику и в пятницу только в этом еще раз убедились, то что канадцу с точки зрения новостного национального фонда ловить нечего, плохая статистика, негатив и ожидание того, что еще и цены на нет будут снижаться, поэтому у нас также очень высокие ценовые значения по USD-каду это 1,4%, так же как и по паре фунт-доллар сначала снижение, точнее роста, а потом за уровнем 1,4% будет соответственное значение 1,45%. Ну собственно это все из важнейших событий прошлой недели, теперь плавно давайте переключимся на статистику оставшихся четырех торговых сессий, завтра у нас данные по ВВП Германии и индекс экономических ожиданий от ИФА, в частности в начале вебинара я провел параллель данного индикатора с статистикой от ZIU, и надеюсь что вы поняли также посыл который заключался в том, что если по зиму получили плохие цифры то от ИФА и подавно должны получить еще одно подтверждение слабого отчета слабого скажем новостного фона и рисков для экономики в целом в общем эти отчеты по Германии да это неплохая статистика но все таки сейчас судя по динамике евро которую мы наблюдаем сегодня больше трейдеров и участников рынка интересует тема с потенциальным выходом Англии из состава Европейского Союза даже несмотря на то что референдум пройдет не скоро только 23 июня все равно есть уже основания полагать то что валютный блок может развалиться и начаться это может как раз с потенциального выхода из Англии поскольку выгод из Англии может спровоцировать хотя давайте я не буду забегать вперед будет интересно посмотреть завтрашний брифинг завтра традиционно в 9.30 по московскому времени я вам расскажу про то что сегодня произошло с парой фунт доллар почему так отреагировало на это европейская валюта и что можно ожидать дальше поэтому оставим скажем эти ожидания в несколько подвешенном состоянии важный отчет вторника слушание по инфляции в Англии вот это да это серьезный макроэкономический риск пожалуй для Англии наверное это самая важная статистика потому что только инфляция ее рост может снова вернуть трейдеров к идее того что Банк Англии будет спустя какое-то время повышать процентные ставки только рост инфляции но я уже советую настраиваться на то что прогнозы по инфляции снова будут пересмотрены в негативную сторону это лишь добавит еще больше ворочирования для фундаменталистов торгующих британцам и непременно позволит затащить фунт против доллара к нашему уровню поддержки в районе 1 и 4 в среду отчет американского нефтяного института API индекс деловой активности в секторе услуг market и вследом за API уже только во второй половине дня измене запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США среда будет очень интересной для нефти я считаю то что нас ожидает очередной прирост запасов возможно даже запасы увеличатся больше точнее емкость общая шагнет за 505 миллионов баррелей в США если это случится значит статистика найдет свое негативное отражение на бренде бренда начнет стремиться даже несмотря на сегодняшний рост в район тридцатки снова и рубль окажется под очередным прессом полностью игнорируя налоговый период который сейчас актуален для российского рынка соответственно и для динамики курса рубля четверг особенно скажем отметил я подчеркнутые линии сейчас вы видите это отчет по инфляции это самый важный отчет можно сказать даже все недели потому что до марта остается буквально считанные дни заседание состоится в первой декаде европейского центрального банка и 90% скажу так что НИЦБ может задействовать опять же дополнительные шаги экономической поддержки и если это случится значит как я уже отметил в ходе вебинара мы увидим серьезные распродажи европейского валютного актива против доллара но сначала нам нужно получить дополнительный сигнал того что в этих стимулах нуждается экономика этим сигналом могут выступить слабые данные по индексу потребительских цен еврозоны вот как раз на слабую статистику я предлагаю вам настраиваться на этот четверг из отчетов которые будут касаться США первичные заявки традиционный еженедельный отчет наверное рынок его проигнорирует а вот заказан товароходительного пользования это уже серьезный отчет и если мы увидим позитивы здесь значит перед заседанием следующим заседанием ФРС у нас уже несколько неплохих фундаментальных факторов которые могут стать причиной изменения риторики монетарного руководства ну или по крайней мере уже не ставить крест на том что американская экономика может увидеть не одно повышение процентной ставки до конца 2016 года я считаю то что вероятность этого по-прежнему высока смотрим за статистикой тем более что протоколы прошлой недели также намекнули нам на то что в случае если статистика будет обнадеживать соответственно сигнализировать о том что сектора за которыми стоят эти отчеты стабилизируются восстанавливаются значит и решение также со стороны ФРС не заставить себя долго ждать ну и в пятницу очень насыщенная торговая сессия у нас личные доходы личные расходы в США это как раз индикатор потребительской активности полагают что стоит по факту роста зарплаты ожидать хорошие данные по личным доходам и собственно личным расходам потому что это взаимосвязанные показатели и может быть даже после последнего роста индекса потребительских цен которые также являются отражением еще и повышенной потребительской активности у нас еще и с пятничного отчета есть такой положительный фон хорошее ожидание резонирующий эффект того что вот этот цикл и тренд хороших отчетов сохранится и продолжится дальше то есть вы помните что сначала мы несколько недель назад получили хороший сигнал с американского рынка труда по факту роста зарплаты стали уже прогнозировать о том что рост зарплат подтолкнет индекс потребительских цен в пятницу мы убедились в том что годовой показатель прибавил очень неплохо в рамках последнего месяца и в целом это создает также возможности для того чтобы и эти отчеты личные доходы расходы также показали более стоящую позитивную динамику чем отчеты прошлого месяца и годовые данные по ВВП замыкающий отчет в одно и то же время они выйдут в целом трудно будет конечно же в моменте спрогнозировать точнее не спрогнозировать отдать оценку этому фундаментальному фону потому что неясно сначала будет что подтолкнет доллар но будем надеяться на сторону роста но я все таки считаю то что круче чем ВВП будут опять же данные по личным доходам и здесь я советую настраиваться на положительные ожидания и позитив заключительный отчет такой же заключительной торговой сессии это данные по количеству нефтяных платформ в США но поскольку у нас больше чем полгода уже тренд сигнализирует о том что количество буровых снижается я считаю то что вероятность того что в этот раз буровые с точки зрения их количество увеличится вряд ли мы увидим это значит уже наставимся на то что количество буровых снова снизилось но вы знаете то что снижение количества буровых оно никак собственно как бы это парадоксально не звучало но не влияет на общий объем производства с точки зрения общих объемов производства у нас исключительно за шкал потому что рынок энергоресурсов находится в состоянии катастрофического переизбытка и поэтому мы делаем ставку на ослабление и бренда и WTI ну и конечно же целевые ожидания евро доллара австралийц против доллара USDN и фунт против доллара вы их сейчас видите на своих экранах хотя с точки зрения фунта я считаю то что здесь уже мы цель перевыполнили мы идем уже в район 1 А40 собственно на этом все если есть вопросы конечно же задавайте с радостью на них отвечу спасибо за вопрос Евгений если вы не против предлагаю перенести этот вопрос в нашу ветку форума Markets задайте его пожалуйста там я думаю что к обсуждению такого интересного с точки зрения опять же перспектив вопроса присоединятся многие в общем поддержим друг друга беседу и соответственно вместе определим дальнейшие ценовые ориентиры форум о Markets аналитический раздел там есть у меня своя рубрика прямо туда и обращайтесь отвечу вот в ближайшее время так еще вопросы если есть задавайте конечно же в общий чат либо в рубрику вопросы по поводу евро-доллара видите как быстро все меняется сейчас волатинность конечно же бешеная сейчас нужно все-таки оценить актуальный новостной фон посмотреть где мы сегодня закроемся по евро-доллару поэтому если вас не затруднит я приглашаю вас завтра на брифинг утренний в 9.30 по московскому времени тогда я снова вернусь разумеется как и всегда к евро-доллару и посмотрю что можно делать и ожидать от этого валютного актива дальше так ну если вопросов больше нет огромное вам спасибо за внимание спасибо за то что даже вопреки праздника все-таки смогли найти время чтобы посетить этот вебинар надеюсь что информация которую вы услышали была вам полезна увидимся уже соответственно в ходе завтрашнего брифинга даже несмотря на то что все-таки праздник все равно я взял на себя обязательство того что если рынки соответственно торгуются если активы показывают интересную динамику и на рынке есть на что ориентироваться с точки зрения фундамента я буду держать вас в курсе ну конечно же за рядом редчайших исключений по поводу нефти да сегодня нефть растет я думаю что в целом способствует этому тот позитив который мы видим на международных фондовых секциях уверен то что и США сейчас уже также будет рисовать ну и к тому же есть еще и положительные следствия того что количество буровых все-таки снова просело но это снова натянутый позитив вы это должны понимать это качели проторговка которая снова продолжается в рамках коридора 30-35 будем готовиться к пробоям на поддержке 30 не поддавайтесь на этот сложный выбор отлично спасибо спасибо за то что добавили вопрос отвечу и вас наступающим еще раз спасибо за внимание всего доброго до свидания до свидания до свидания